Милок, ты дурак, ёпты? Да в смысле дурак, да бабуль, я тебе отвечаю, это 100% проверенный вариант! Я всё предугадал в предыдущей серии, я всё проверил, да в смысле дурак? Ты думаешь, на кой фиг мы с тобой вместе с Ашотиком ходили в предыдущей серии к этой богатой тёлочке, да? Я тебя 100 раз в предыдущей серии спрашивал. Ты поняла, а зачем мы туда пошли? Что ты мне отвечала? Нет, я не поняла, не-не-не. В смысле, чтобы помочь им? Ну, ты думаешь, я бы просто так стал помогать Ашотику? Я тебе в предыдущей серии сказал, что я клиентскую базу себе накапливаю. Я сейчас знаю, как пробраться к этой тёлочке. Ты думаешь, на кой фиг я староты взял ключ от балкона? У них же всё там замуровано. У меня есть ключ от их балкона, всё, что мне нужно, это просто попасть как-то на вот этот балкон. И я в этой серии придумал, как мы туда попадём. Пошли, бабуль, пошли. Тёма! Сема, Сема Семёнович! Здравствуйте! Заходи, бабуль, дверь закрывай. Заходи, дверь закрыл, быстро! Товар принёс? Товар привезли. Деньги принёс? Деньги тоже принёс. Сколько с меня? Сема, сколько с меня? Товар давай, гони на бочку, только быстро, чтобы никто не видел товар на бочку. Я тебе деньги и скажи, сколько. Сколько с меня? Сколько? Ля, бабуль. Крюк-кошка. Ой, делов мы с тобой наворотим. Ля, посмотри, какой у него здесь трактор. А байк какой! Семёнович, Сема, слышь, дай погонять на байке. Чё, чё это за байк-то такой? Пиши, сколько мне бабок нужно тебе отдать? Три тысячи. Так, у меня только пятёра есть, поэтому держи пятёру и давай сдачу. А, подожди, а ещё батут! Батут, чтобы я вещи сбрасывал с пятого этажа. И чтобы потом сам как-то спустился. Ещё батут же нужен. Вот, давай батут. Батут гони. Четыре штуки я вроде заказывал. Давай, давай, ещё одну. Ага, вот так. И за батут ещё сколько? Ещё тысяча. Ух, я только что потратил четыре куска. Ну, сдачу-то дай. Жопа вредная. Всё, спасибо, Семёны. Всё, пошли, бабуль. Только никому ни слова, чтобы никто не знал о нашей сделке. Пошли, бабуль, пошли. Давай, давай, давай. Быстро, быстро, быстро. Ага, да-да-да, конечно. Пошли. Я только что потратил четыре куска, чтобы ты понимала. Четыре куска! Это... Это сорок процентов моей месячной стоимости оплаты квартиры. Я надеюсь, что вот это дело окупится. Я там смогу намного больше бабла вынести, нежели четыре куска. Сейчас, бабуль, я тебе покажу, что же это такое. Садись в тачку, садись в ронтайку. Давай, 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 поехали. Бабуль, короче, ты будешь стоять на шухере сзади дома. Я заберусь на пятый этаж и буду тебе оттуда выбрасывать шмот. Ты будешь их ловить и складывать себе куда-то под юбку. Хорошо? Вот сейчас я сразу же здесь развернусь на всякий случай, чтобы сразу же убежать. Вот так, здесь будет стоять тарантайка. Так, какой там балкон? Балкон вроде вот этот. Я сюда поставлю сразу же батут. Раз, два, три, четыре. Понимаешь? Если что, сюда буду сбрасывать вещи. А потом сам с пятого этажа сюда прыгну. Хорошо? Если что, если буду падать мимо, лови меня. Ага. Ты готова провернуть дельца наше? Еще раз башкой подумай, а не задницей. Тебе это надо? А у меня есть обратный путь. Я только что четыре куска потратил. Геннадий Петрович, хозяин моей хаты, скоро уже придет. Меньше чем через неделю и потребует снова оплату. А у меня всего лишь, ну, примерно четыре-пять тысяч. Или вот эта дельца сейчас окупится. Или я буду жить у тебя. Всегда у тебя. Как бы еще в моей хате там тараканов же травят. Мне же еще за тараканов нужно заплатить. Короче, бабуль, я вообще в минус выйду. Все, погнали. Так, до пятого этажа он не достает. Только до четвертого. Поэтому, бабуль, я помолесеньку. Если что, сразу не в скорую дашь звони, сразу в реанимацию звони. Оп. Ага, сейчас. Оп. Это третий этаж. Оп. Четвертый этаж. Как мне сейчас сюда-то забраться? Я не могу туда дострельнуть. Бабуль! Я в цирке, конечно, никогда не работал. Но мне сейчас в прыжке нужно будет зацепиться за пятый этаж. И это очень рискованно. Ой, ладно. Если что, я целюсь в этот батут. Раз. Два. Три. Опа! Ты видала? Видала, бабуль? Видала? Я у тебя не дурак. Я у тебя акробат. Опа! Со мной все нормально. На шухере 100, если увидишь какую-то машину, сразу ори как ненормальная. И вот эти вещи лови, которые я тебе буду сбрасывать. Так. Пожалуйста. Лишь бы этот ключ от балкона оказался рабочим. Сейчас главное проверить, никого ли дома нет. А то я так сюда забрался. Ладно. Походу, дело узнаем. Так, ну если никого нет в гостиной, значит это уже хорошо. Тем более, я не видел тачку вот этой богатой мадемуазели. Я знаю, какая у нее тачка после входа в подъезд. Поэтому она 100% куда-то уехала. А как я знаю, она здесь вроде пока что одна живет. Свет не вырубает. Конечно, богатым. Зачем за коммуналку платить? Им там свет накапливается каждыми днями. Так, вот эту комнату я оставлю прям на десертик, на сладенькое. Здесь два телевизора. Поэтому я это грабанул в последнюю очередь. Вот, приступаем за дело. Здесь у них походу сральник будет, да? Они здесь ремонт делают. Так, пылесосик. Я говорил, что я старотыбзю все люстры, которые здесь... Опа! У них есть. Хоть темно станет, как в жопе у... У единорога. Но ничего страшного. Все люстры будут мои. Они вроде позолоченные. Поэтому 500 тысяч рублей. Ашотик-братик за них 100% даст. Я не буду смотреть, что здесь в коробках. Потому что, ну, вряд ли там есть что-то нормальное. Я лучше сразу же на кухню побегу. Опа, это мое. Здесь я услышу какой-то минимальный шорох. Я сразу же текаю с города. Везде эти люстры дорогущие, заграничные, забугорные, заколебали. Вот я нормальный, обычный вор. Дайте мне, пожалуйста, лампочки человеческие. О! Вот, вот то, что я просил. Опа, одна лампочка. Опа, другая лампочка. Вентилятор тоже заберем на всякий случай. Здесь еще одну лампочку и еще одну. Блендер. Мой. Холодос, который я помогал затаскивать Ашот в предыдущей серии. Тоже мой. Ну и стиралка, которую сам Ашот в предыдущей серии заточил. Тоже моя. А если ты не знаешь, как я вообще провернул это дело и как я вообще попал в хату богатой бопенцы этой. Прямо сейчас там на мной есть подсказочка. Тыкни прям так смачно, засади этой кнопки подсказки и посмотри обязательно предыдущую серию, чтобы просто быть в курсе всего. А то я завтра приду и у тебя из дома блендер украду, если он у тебя, конечно, есть. Так, сервиз какой-то чайный. Он может стоить копейки, а может это какой-то японский сервиз. Может он вообще целое состояние стоит. Ну как бы чай я люблю пить. Я на всякий случай возьму. Так, здесь я все старотыбзил. Сковородки я брать не буду, цветы брать не буду. Метлу можешь сама себе оставить, ведьма. Так, здесь еще 2-3 комнатки у нас есть. Здесь у нас что? А, ну здесь у нас гардеробная, сюда нет смысла заходить. Здесь у нас... Э, помаленечку, помаленечку. Ой, святая моя балаклава! Лампу себе оставьте! Ноутбук! Телевузор. Я не понимаю, почему все так помешались на этом освежителе пердежа. Вот реально, буквально у каждого дома он стоит. Ну ладно. Ашотик, братик скупает все подряд, поэтому я возьму его себе. Гантели, гантели я люблю, гантели хорошее дело. Гантели не машешь, бицуху качаешь, бабам больше нравишься. Беговая дорожка. Мне надеюсь, что я не обоснусь, пока это все буду тащить кашотику. Но ладно, беговую дорожку тоже можно старотыбзить. Так, ну учитывая сколько всего я уже наторотыбзил, я уже должен почти окупиться. Ну, учитывая то, что я потратил в начале серии 4 тысячи. И лампочка. Опа, еще одна. Опа. Так, еще две комнаты остались. Вот эта, которая вот здесь. Здесь у нас сейф. Вот. Только такой вопрос, а как мне его открыть? Я вот это не знаю. Пианино. Я ж забыл про этого монстра огроменовую. Посмотрите на этот телевизор. Этот телевизор только тысячи три где-то будет стоить. Сейчас, подожди, бабуль, что ты там свистишь? Сейчас я шпонки тебе приду скидывать. Так, здесь у нас сейф есть. Как бы мне его старотыбзить. Ну да, ломом я его вряд ли смогу открыть. А если я смогу сломать сейф и его просто потащить с собой куда-то, и потом уже... Да подожди ты, бабуль! И потом его уже где-то в другом месте просверлить и открыть. Да щас, щас, щас! Ладно, нет времени на раздумье. Если бабулька орет, значит сейф нужно... Иди сюда! Достать не могу, ядрик колотить. Иди сюда! Иди сюда, поднял? Поднял сейф. Где-то потом в другом месте я его открою. Опа! Да вот, да ладно. Бабуль! Да кто орет? Откуда орала-то? Че надо? Че надо? Хозяйка едет. Так это же не машина хозяйки. У хозяйки синяя машина такая, двухдверная. Так, ладно, ладно, ладно. Бабуль, лови! Там ее рожа была. Значит, ее подруга довозит домой. Так, сейф лови, лови сейф. Лови вот это, лови вот это. Все, лови то, что я только что награбил. Пылесос лови. Все, 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 все. Бабуль, я еще пока что не могу уйти. Я последнюю комнату еще не грабанул. Там ничего не поломалось. Ничего не поцарапалось. Ну, есть царапины. Ай, ладно, без разницы, царапины не царапины. Главное, чтобы тот большой, огромный телевизор. Еще блендер забыл. Еще блендер. Главное, чтобы большой телевизор не сломался. Опа, вот так. Лови, 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 лови. Давай. Бабуль, садись в тачку. Бери все эти вещи. И сваливай. Запрячь где-то все эти вещи у нас дома. Под моей вот этой раскладушкой. А ты? А мне, бабуль, еще нужно последнюю комнату ограбить. Я что-то придумаю. За меня не беспокойся. Вали, давай. Садись в машину. Я все же рискну здоровичком. Но мне нужно... Суперистый дверь, открывайся дверь. Так, так, так. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, в кладовую. Так, не успел я грабануть последнюю комнату. Три чупакабры. Она своих подружек привела. Девишник был отпад снежанка. Ой, хорошо отметили. Какой девишник? Подожди, девишник справляют только тогда, когда женятся. То есть, хозяйка квартиры выходит замуж? Если она выходит замуж, значит, скоро к ней сюда... А, нет. Если только что был девишник, значит, муж не может ее видеть. Ну, если учитывать традиции там вот эти все свадебные. Как тебе повезло? Скоро замуж. Выходишь за богатого мужика. Аааа, так этот, этот муж ей подарил эту хату. Все понятно. Проблема в том, что я не грабанул последнюю комнату. А в ней два телевизора. Если я ее не грабанул, значит, я тогда 100% уйду в минус. На кой фиг я тогда вообще вот это ограбление устраивал? Так, подождите. Если у них был девишник, давайте дальше праздновать, девчонки. Ооо, музон подрубили. Кстати, у меня есть идея. Так, сейчас я куклю. Куда бы мои шмотки... Что это такое? Кейс? Ну, кочерыжка-то у меня варит на 100%. Они бухие. Они только что с девишника, поэтому... Мне их очень просто так будет развести. Дай мне секунду. Опа-на! Я шмотки свои сложил в кейс. Не спрашивай, что это такое. Я сейчас представлюсь танцором. Типа я сегодня... Они даже не заметили, чтобы ты просто понимал. Они не заметили то, что во всей хате пропал свет. То, что все люстры пропали. Бухие просто в стельку. Мне кажется, мне их сейчас очень даже просто будет развести. Блин, щас, щас. Щас все узнаю, что я хочу сделать. Просто мачо-мен. Мачо-мен настоящий. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Щас, дайте я протолкнусь между бутылками. Здравствуйте, девочки. В смысле, я кто? А я сюрприз! Меня вызвали ваши подруги. Вчера заказали. Как видите, я экзотический танцор. Меня вызвали вам здесь сплясать. Знаете, это как... Ну, типичный подарок на девичник. Вот. Танцор. Вот, кто-то из них меня вызвал. Я никого не заказывала. Да не вы, а подруги ваши. Ты вызывала. Ну, кто-то из... Чё вы мне на уши сейчас лапшу вешаете? Вы бухие! Вы, походу, ничего не помните, мадмуазели. Вы вчера звонили мне. Я экзотический танцор. У меня серебряная медаль межгалактического конкурса. Я от Украины выступаю из Закарпаттской области. Бронзовый победитель латинских танцев. Эдуардо... Перчини. Так что давайте по ушам мне здесь не... Не вот это... Не ездите. Вы ещё даже мне аванс не оплатили, девульки. Кто-то из вас! Кто-то из вас! Вот ты, походу, вызывала меня вчера. Заказывала. Ну, в смысле... Писала мне, чтобы я пришёл, станцевала здесь. Вот ты! Вот она вызывала! Если не ты, если не ты, то 100% она вызывала. Я не помню, но, скорее всего, я. Ну вот, вот, о чём я речь, о чём я речь. В общем, девочки, девочки, вас ждёт зажигательное шоу. Я сейчас буду этим ломом своим крутить по всей квартире. Поэтому аккуратно, девочки, садитесь на диван. Садитесь, садитесь. Все вместе садитесь. Сейчас такой подарок на девичник я себе устрою. Разворачивайтесь, разворачивайтесь. Главное, развернитесь, развернитесь в другую сторону. Мне нужна просто одна минутка на подготовку. Вот. Развернитесь. Ты сначала станцуй, а потом развернёмся. Так, сейчас бы танец ещё какой-то вспомнить. Ну, ну, хорошо, хорошо. Вы готовы? Только мне аванс не заплатили. Мы с вами, девушка, договаривались на... На 2000. На 2000 мы с вами договаривались. Вы даже мне ещё не заплатили. Поэтому давайте сначала оплату, а потом танцы-шманцы. Тысяча вперёд, 50%. Опа. Если хотите, можете сразу две заплатить. Я как бы не против буду. Я профессиональный танцор. О, спасибо. Лохопедины, конечно, ещё те. Готовьтесь. Все готовы? Кто готов, руку вверх. Руку вверх, кто готов. Ай. Ох, мощная у тебя рука, соседям потолок проломила. Ну, приступаем, девочки, приступаем. Ну да, ну да. Но я могу, я умею, я практикую. Так, эм. Ну, хорошо, не, девулечки. Ой, ля. Ой, 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 ой. Оу, оу, оу. Оу, оу, оу. Я вижу, я вам очень сильно понравился. Закидали меня. Не, штука только что ещё один выкинули. Эм, так, хорошо. Второй раунд. Сейчас раунд будет намного так, эм, экстравагантней, честно вам скажу. Сейчас трусы полетят во все люстры. Кстати, хорошая у вас люстра, я уже успел затереть. Эм, девочки, сейчас прошу вас обернуться буквально на одну минутку. На одну минутку глаза закрыть, уши закрыть, всё закрыть. Даже не дышать. Обернитесь. Я сейчас вам подготовлю ультра такой хороший сюрприз. Оборачивайтесь. Если кто-то повернётся, танцевать я не буду. Я вас предупреждаю. Не разворачивайтесь. Ой, а я здесь без трусов. Хотите посмотреть? Смотрите. Молодцы. Не разворачивайтесь. Сейчас, 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 почти. Тут у меня кое-что вывалилось. Сейчас нужно обратно запихнуть. Здесь есть что-то здесь. Здесь есть что-то. Так, так, так. Ну, вы там скоро? А, да, 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 я уже вот прям сейчас, секундочку. Мне тут нужно кое-откуда спрыгнуть, подпрыгнуть, сейчас перепрыгнуть. Да, 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 девушки, вот буквально 15-20 секунд. Ага, сейчас я свежего воздуха впущу, а то я как бы вот затанцевался. Ага. Ой. Ну, удачи вам. Ой, а я-то думал, я сейчас разобьюсь, а всё так просто оказалось. Так, это забираем. Место преступления. Убийки. Дурибонды, дурибондовские. Опа, а вот и Тарантайка бабули. Бабуль, вы там? Бабуль, ты там прячешься? Ты за машиной? Ой, короче, эти кошелки такие глупые. Ой, знала бы ты, бабуль, какие они лохопедины, я их просто за нос поводил и стартыбезил практически всё, что у них было. А, почему ты в трусах, бабуль? Это часть плана, не обращай внимания. Мои шмотки здесь, в кейсе. Я потом переоденусь. Ты главное не засматривайся, куда не надо. Ага. 80% всех вещей у тебя, 20% у меня, большой телик у тебя. Но если мы там не... А, ещё ж сейф у тебя. Нужно будет потом сейф открыть, а в этом сейфе, возможно, там и ожерелья, и серёжки, и браслеты, и кольца. Она же всё же вышла замуж, точнее, выходит замуж за богатого мужика. Бабуль, 100% нужно будет потом это всё открыть. Ты спрятала в надёжном месте? Молодец, молодец. В следующей серии мы пойдём к кошотику и толкнём всё это барахло, если там выйдет меньше, чем 4 тысячи. Бабуль, я сам лично пойду в полицию и сам себя лично сдам, потому что я тогда буду просто в долгах. А ты ставь лайкусик, как я говорю, в каждой серии есть, и мы набрём 28901 умножить на 2, уменьшить на 3, 4, плюс 8, 9,5 лайков. Обещаю то, что сразу же выпущу следующую серию грабителя. Не зря же я здесь сижу на бетоне и задницу свою простуживаю. ЛАЙК ПОСТАВЬ! Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Бабуль, мне реально что-то плоховато, мне кажется, я себе там не только задницу отморозил. Грелка дома есть? Ну, значит, придём сейчас и будем отогревать одно место. Потопали! А, я ж дурак, подожди, у нас же машина есть, на машине же можно поехать. Бабуль! Бабуль! Субтитры подогнал «Симон»